Приветствую вас. Для начала давайте условимся так, что вы слишком мало дали информации о себе. То есть каждый по сути дела эксперт, который ответил на ваш вопрос, как бы поймет проблему, которая у вас наблюдается на данный момент по-своему. То есть каждый будет думать, исходя из своих каких-то знаний, исходя из своих соображений, исходя из своих интересов, исходя из школы психологии, которая принадлежит и так далее. И в итоге вы получите очень много информации, очень много возможных причин, которые могут быть у вас, которые могут как бы влиять на то, что с вами сейчас происходит. Да, но при этом эти причины могут совершенно не отражать того, что есть на самом деле у вас. И если вы, вот это, пожалуй, наверное, очень важно, если вы испытываете страх сейчас, на данный момент, если у вас есть паника и так далее, то я думаю, что можно говорить о повышенстве тревожности. Так вот, вот эти проблемы, которые раскрывают вам наши эксперты, да, или вот все проблемы, которые у вас, например, могут быть, или которые только кажутся, а в действительности на самом деле их нет, они могут ввергнуть вас в еще большую панику и в еще большую тревожности. Поэтому именно от гадания я бы предпочитал бы отойти и предложить вам, хотел бы, такой, ну, может быть, последовательный разбор того, что с вами происходит на данный момент. Итак, вы пишите, что он, значит, у вас все было в порядке, вы ходили на пары, но потом приболели и пару дней пропустил. Значит, в связи с тем, что с вами произошло далее, хотелось бы спросить, Какова эмоциональная составляющая была у вас, когда вы ходили на пары? Как вы относитесь к учебе? Как вы относитесь к той профессии, которую вы получаете? Как вы относитесь к тому, что вы можете, ну, получить плохую оценку, да, и так далее. Это очень важный момент. Далее. Вы говорите, что у вас есть паника. Паника перед чем? Чего вы боитесь так сильно? А чего вы опасаетесь? Чем для вас учеба так важна, что вы, выпустив пару дней, уже начали испытывать панику? Уже начали испытывать фрустрацию перед незаконченным делом? А я полагаю, что это именно так. Перед незаконченным делом, потому что оно для вас, это дело, очень важно. И это не процесс обучения, потому что, ну, в жизни человека бывают самые разные ситуации, вплоть до академического отпуска, и, как бы, человек потом возвращается, да, ему тяжело, да, безусловно, ему тяжело. Учиться после перерыва, но делать, как бы, нечего, иногда выбора нет. То есть, важно понять, какое значение вы вкладываете в учебу. Связано ли это значение только с тем, что вы учитесь? Вот, скорее всего, нет. Скорее всего, делать нет в чем-то еще. Почему вы так боитесь отчисления? Вот, в тот же момент. Думаю, что это, если не главный, то ключевой момент. Вот вы боитесь отчисления, вас отчислят и что? Что произойдет? Понимаете, если вы хотите получать профессию, если вы хотите получать образование, то вы, наверное, понимаете, что знания, они будут у вас в любом случае, если вы хотите. И отчисление, ну, оно замедлит вас, может быть, в процессе получения. Но, думаю, буду рад, если скажу, что отчислят вас так или иначе в любом случае, рано или поздно. То есть, вас отчислят, потому что вы, например, получите диплом. Вас отчислят, потому что вы закончите обучение. И нужно рационализировать ваш страх. Понять, что именно вас пугает, что именно вам украшает, по вашему мнению. И панику, то есть этот вот бесконтрольный страх, который есть у вас сейчас, обратить, ну, если угодно, себе в область. То есть, когда вы поймете, чего именно вы боитесь и почему. Ну, во-первых, мы разгрузим значение учебы для вас. А во-вторых, мы разберемся, чего именно вы боитесь. Что именно для вас такого страшного в том, например, что вы... Ну, вот, кстати говоря, непонятно, то есть вы пишите, как только надо идти, начинается паника. А паника перед чем? Ага. Перед чем паника? Перед тем, что вам надо идти на пары, перед тем, что вы опять заболеете перед пропуском. Перед чем паника? Перед тем, что, понимаете, вот это все нужно разбирать. А вот так гадать, чего вы боитесь, мне бы не хотелось. Потому что, ну, естественно, можно угадать, да, можно сказать, чего вы действительно боитесь, но, знаете, это будет как в основном небо. А мне бы не хотелось так, потому что, ну, у вас явно повышенная тревожность, вы явно очень достаточно умущаемый человек, и, как бы, если не угадать, вот как сделали наши эксперты, да, они просто... Каждое свое, то я просто думаю, что вам можно навредить таким образом. Мне бы этого не хотелось. Не хотелось бы создавать у вас ощущение, что страхов у вас больше, чем есть на самом деле. Понимаете? И поэтому будет лучше для вас, если вы постепенно, постепенно будете познавать то, чего вы боитесь. Собственно, в тазе вы пишете о том, что у вас сбился режим. Вот вам там порекомендовали обратиться к врачу по поводу сонливости. Вы понимаете, сонливость не очень хорошо, как бы, увязывается с паникой. То есть обычно, когда у человека паника, он возбужден. И на каком сне речь не идет. Поэтому вы, пожалуйста, постарайтесь в этот момент тоже, как бы, пояснить, может быть, дополнить свой вопрос более подробно. Лучше всего, конечно, если вы индивидуально поработаете с каким-нибудь экспертом, которого вы выберете на нашем ресурсе. И проработаете с ним претенувание к страху, потому что в формате ответ на вопрос достаточно слабо представляется, как можно решить ваши проблемы. Полагаю, что самый хороший ответ, вот самый такой качественный, это ответ Лидии. Но у вас, может быть, просто-напросто все гораздо проще. А может быть, вам понравится и пригодится то, что она вам порекомендовала. Но в любом случае, в любом случае, не накручивайте себя и попробуйте выявить причину ваших страхов. Почему у вас именно вот страх перед отчислением. Что для вас такого страшного, это ничего. Какое значение вы вкладываете в учебу, это очень важно понять. Если вы сможете отделить значение учебы, как процесса, то есть как процесса целеустремленного, осторожного, мотивационного, творческого, ну творческое здесь как получение новых знаний, от значения лично для вас, то есть то, что вы вкладываете лично для себя в процесс обучения, например, там, доказать, что вы самые лучшие и так далее, вам станет гораздо легче. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.